Что ты хочешь поблагодарить Антону Михайловичу? Хочу поблагодарить Антону Михайловичу за то, что он помог мне в моем направлении, скажем так. Я занимаюсь в основном информатикой, это меня больше всего интересует и планирует дальше выбирать как профессию. И вот он где-то год назад предложил мне работать над записным сайтом, и благодаря этому я получил реальный опыт работы. И он прекрасный человек, интересный, веселый, продуктивный. И, в общем, это прямо мне помогло не только в портфоле, но и, в принципе, как классный опыт. Я бы хотела обратиться к Дмитрию Сергеевичу. Я бы хотела поблагодарить его за то, что пока я училась, я начала, наверное, алгебрю понимать, потому что за год обучения с ним у меня впервые получилась четверка в году, а не тройка по алгебре. И за это я благодарна. Я узнала много нового из его жизни, плюс какие-то советы, которые обязательно пригодятся. Например, он нам рассказывал, как охладить пиво, если в холодильнике нету, или сколько карты должно быть в колоде, который начинается на Земле и заканчивается на Луне. Это, я считаю, тоже очень важно. Я хочу обратиться с планерой Диновне, нашему преподавателю по английскому. За что ты хочешь поблагодарить ее? За то, что, во-первых, у нас были очень классные информативные занятия, ну, то есть, мы типа прям учились. А во-вторых, за то, что для меня она стала символом того, каким должен быть преподаватель, и каким преподавателем я хочу быть в будущем. Если то, за что хотела бы ты извинить? Да, за то, что я очень болтливая была на уроках и могла очень много говорить, не всегда по делу, вот, или там отвечать слишком много за других, вот за это я хотела бы извиниться. Светлана Рединовна купила мне обед один раз, когда я была очень голодной. Наверное, я хотела бы обратиться к Александру Владимировичу. За что ты хочешь поблагодарить? Знаете, когда я пришла на 9-3, это было, получается, в четвертом классе, мне было 10 лет, и вдруг я увидела его, и он произнес свою речь, и я поняла, что мне надо у него учиться, что когда-нибудь я хочу стать такой же воодушевляющей и мотивирующей. А что ты прошла изменить? Ну, возможно, за то, что на экзамен по географии в 10-м классе я так и не была учена ничего, кроме стран. Я написала тогда 50 стран на карте, и это было единственное, что я смогла. Я бы хотела обратиться к Людмиле Александровне. Я бы хотела поблагодарить ее за терпение и труд, который она вложила в наше обучение, потому что сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что труд был огромный, такой же, как и терпение, потому что мы были в первые годы таким классом и самым лучшим, поэтому спасибо, что она всегда оставалась доброй и понимающей к нам. Я бы хотела извиниться за все обещания, которые я не сдержала по поводу учебы. Я знаю, что я вас обещала своему отношению к учебе, мне действительно джебно. Я бы хотел обратиться к Иоргерне. Я бы хотел ее поблагодарить за доброту, потому что, несмотря на то, что, мне кажется, мы ее очень бесили все время, пока мы в нее учились, что она гризобль, что в конце года очень хорошо чувствуется, как она хорошо к нам относится. Я тоже хотела бы очень извиниться за то, что мы не всегда подобающие друзьями уроки, и я вообще бедно очень сильно разбесила. Кому бы вы хотели что-либо сказать? Анастасия Ильинична. Да, спасибо, что всерьез принимали мои рассказы на картах. Я старалась, это очень важно для меня. Я бы хотела ее поблагодарить за то, что с ней можно было поговорить о любых ситуациях, которые происходят в мире, и просто она хороший человек. Она открыла во мне потенциал томаты, потому что на Новый год я вела у нашей группы а-ля викторины Новый год, и это был хороший экспириенс, и я узнала, что я хороший томатар. Я бы хотела обратиться к Анатолию Владимировичу. За что вы хотели бы вам поблагодарить? За необычные уроки и подход к образованию. Да, есть несколько историй, но, наверное, самое запоминающее из 9 класса, это его поздравление, ну-ка, для меня. Когда он включил, как-то аппарыш осознал, и после этого Савелий и Фетия пели это еще на протяжении двух лет. Ну, к кому-то, да, давайте бы ты хочешь обратиться. Григорий Залначев. За что ты хочешь его поблагодарить? Ну, в первую очередь, за то, что он мне рассказал об академических классах, и, по сути, благодаря нему я здесь оказался. За это ему огромное спасибо, за то, что я в итоге даже не то, что не пожалел, а о том, что я прошел, наоборот, очень-очень рад. Когда-то на геометрии, когда Григорий Залначев начал рассказывать задачу, я начал вспоминать, что мы ее однажды решали, говорю, ну, мы ее решали, он говорит. Он говорит, да, правда, что ли? Он говорит, не помню такого. Я говорю, да нет, помню, помню. Вон, такой-то там должен быть вопрос, такой-то там ответ. Он с удивлением на меня посмотрел, и, в общем, после этого он был настолько удивлен, что весь следующий урок он только рассказывал какие-то истории. В общем, на геометрии он больше не был готов. Я бы хотела поблагодарить Татьяну Михайловну за интересные уроки французского языка, за то, что она нас научила не только красиво говорить по-французски, но и за то, что она привила большой интерес к французской культуре, в принципе, к Франции. Мне туда очень хочется поехать. Я бы хотела рассказать историю о том, почему мне очень захотелось изучать французский язык. Я помню, в шестом классе, когда у нас была Вавилонская башня, ребята из более старшего класса пели песню «Шанзелизе», и она мне тогда очень сильно понравилась, я помню. И я очень хотела ее петь и понимать. И на французский язык сначала я ходила именно с этой целью, что мне покажется довольно забавно. Песню мы, конечно, эту спели, но спели мы ее где-то через год, поэтому я хочу тоже поблагодарить Татьяну Михайловну за то, что я наконец-таки научилась петь и понимать эту песню. Это очень здорово, как моя мечта осуществилась в этом плане. И что бы ты хотел сказать Роману Борисовичу? Спасибо. Он очень часто помогал как всему классу, так и мне. И в ответ мне тоже всегда было приятно, если он что-то спрашивал, всегда ему отвечать, помогать, делать. И могу сказать, что с ним было очень приятно учиться, что мы с ним были на одной волне. И, в общем, я сейчас понимаю, что он просто был лучшим пасморководителем, потому что чувствовалось, что между нами нет особо каких-то границ. То есть мы можем пойти к нему с любым вопросом, не только каким-то учебным каким-то или организационным, а вообще, то есть он мог посоветовать что угодно. И это было, это прям было очень ценно. Я бы хотела его поблагодарить за все и сказать, что вы были самым лучшим классным руководителем во всей моей жизни. С вами было очень легко общаться. И вот рамка учитель-ученик для меня с вами пропадали. То есть я могла шутить почти на любые темы, разговаривать, спрашивать тоже любые вопросы. И еще я бы хотела извиниться перед вами, если я что-то сказала не так, чем-то вас обидела, сказала, не подумав что-то, потому что сейчас я вспоминаю, и да, такое было. Я так и не сменилась. Поэтому извините за все, пожалуйста, если я что-то не так сделала. Я бы хотела поблагодарить Романа Борисовича за годы нашей дружбы, за то, что он всегда был на нашей стороне, за то, что очень много помогал нашему классу, что всегда был с нами, у него всегда было бесчисленное количество идей, он всегда нам помогал со сценкой. В общем, человек был очень добрый, очень дружелюбный. Спасибо ему за это. Спасибо. Спасибо, что были рады. АПЛОДИСМЕНТЫ